Камил, вы говорили на пресс-конференции про бои федерального уровня. Будет ли Fight Night в 2023 году пытаться организовать реванш Шлеменко и Смаилов? Я честно, честно, там, я не знаю, что по этому поводу думают Саня и Мага. Они, конечно, хотят там зарабатывать. Я не считаю, что этот бой дал предпосылки для реванша. То есть, вот закончился бой Исмаилов-Минеев. Люди жарко обсуждали итоги. А кто выиграл? А почему ничья? Ну, то есть, люди были взбудоражены. И вплоть до следующего их боя люди долго обсуждали, а кто круче, кто, ну, и так далее. Что вот заставляет нас смотреть реванш Исмаилова со Шлеменко? Ну, да, имена. Есть история конфликта между ними? Честно, нет. Но мне кажется, все так прошло спокойно. Был ли этот бой, доставлял ли он какое-то высочайшее эстетическое удовольствие? Или был ли этот бой предметом для спора? На самом деле, я считаю, что не был. Все как-то ровненько, спокойненько прошло. Подрались. Мага выиграл. Ну, и все. Вот как-то так. То есть, не было какой-то неожиданной спорной остановки или какого-то близкого судейского решения, что заставляет делать еще один бой. Поэтому, я не понимаю, как его продать. Не, как продать, понимаю, но его же надо задорого продать, потому что, скажем так, оба захотят большой гонорар. Как его отбивать, я не знаю. Найдутся ли люди, которые готовы будут за этот бой заплатить еще раз, я уверен, что да. Но это не мы. А нет ощущения, что вот таких боев федерального уровня в России практически не осталось? Там два, там три имени и больше ничего нет? Да. Это очевидно. То есть, это все сложнее и сложнее делать. Конечно, сделать бой, в котором просто условно, я даже не буду говорить громкие имена, я скажу имена на слуху. Артем Тарасов подерется со Святославом Коваленко. На слуху, да, на слуху. Громкие имена, ну, при всем уважении к ребятам, я обоим симпатизирую, это не громкие имена. Это просто, как бы, это имена в своей субкультуре, да, в блогерской, да. И их будут смотреть. Но будет ли этот бой тем, что всех свело с ума? Я не думаю, честно говоря. Поэтому поединков, которые реально перевозбуждают, такие, как Шар и Буллет, например, с Владимиром Минеевым, вот здесь, наверное, да. Наверняка каждый промоушен такой бой может найти и рассказать о нем, но я такой бой вспоминаю вот сейчас только один. Шара против Вова, и все. А если, допустим, Федор подерется в Беллатар, а потом ему сделают прощальный бой в России, это реально? Понимаете, в чем дело? С прощальными боями ветеранов всегда очень много сложностей. Объясню, почему. Потому что здесь очень сложный будет подбор оппонентов. Федор, ну, мы же не захотим видеть бой Федора, например, с каким-то тяжом, который конкретно на ходу и который может там нокаутировать Федора. Но в прощальном бою такие вещи не практикуются, если честно. Это должен быть тоже какой-то парень с именем, но который не будет фаворитом. Ну, я просто говорю, исходя не из какого-то спортивного интереса, а просто прощальные бои – это всегда немножко политика. Ну, поэтому, будет ли такой бой с событием? Конечно, да, опять же. Кайфанем мы с вами? Вряд ли. Вряд ли. Поэтому эмоции этот бой не дает, на самом деле. Камил, если говорить об Александре Шлеменко, в 2022 году он трижды подрался, два раза уступил, один раз в ничью. В целом, не разочаровал он в этом году? Нет, разочаровать-то он меня не разочарует, но плохой год для Саши. Об этом просто даже результаты говорят, цифры. Они довольно слабые. В общем, Сане надо какую-то перезагрузку. Он сам себя знает, он очень опытный человек, спортсмен. Не знаю, мне показалось, что нужно делать перерыв и потом сделать еще последний спорт, такой финишный. И драться с интересными бойцами, при этом понимая свой реальный уровень. Каков он? Это может знать только Саша. Мне показалось, что в последних боях Саня был какой-то честно пустой. Не такой опасный, как всегда. Даже визуально, не знаю, показалось мне или нет, но он как-то был менее мускулистым, что ли. Какая-то мощь пропала. Я все-таки хотел бы ту версию Шлеменко увидеть. И я думаю, что это еще возможно. Вашим конкурентам ИСЕ постоянно говорят про медийку, качать медийку, еще что-то. Мне кажется, такое растувчатое понятие. И вот на конкретном примере, у них сейчас есть чемпион Слепенко, который еще и очень фактурно и красиво выиграл у Багаева. Вот как вам он, как персонаж, как вам турнир, на который пришло около тысячи человек, к сожалению, но это просто констатация. Вот дайте какую-то характеристику. Слушай, ну, Шлеменко, что, Жинкин Лев, как бы, то есть в этом, ну, колоритная история достаточно. Там он кому-то нравится, кому-то нет, кто-то согласен с его там, условно, гражданской позиции, кто-то нет. Ну, хороший, хороший герой. Вот, то есть многие, например, ребята мне сбросили, в основном русские, кстати, пацаны, такие. Вот, типа, там, герой появился. Ну, что уж, давайте говорить как есть. Противостояние русских бойцов и кавказцев, оно всегда было, есть и будет. В этом противостоянии он оказался сильнее. Да, я бы, я считаю, что я бы, вот, поработал, например, с Слепенко, покачал бы его как герой. Но я думаю, что ребята в ИСЕ, они давно это поняли, они качнут. Тысячи человек в зале. Ну, да. Да, мне кажется, это просто потому, что они не парятся особо. То есть, если бы они парились, они бы собирали гораздо больше людей. Это вопрос его просто желания. И ресурсы, инструменты, они всегда найдутся. Знаешь, как было. Взял таджикского бойца, поставил в Ахте 500 человек зрителей. Взял, например, какого-то человека из, как бы, с какой-то аудиторией из поп-ММА. Поставил раз, плюс прирост какой-то 100 человек в зале. Знаешь, вот так. Ну, просто ИСЕ и там немножко другие задачи решают. Они говорят, вот у нас есть рейтинг, ростер, мы все бои подбираем, исходя из этого. И там не находится иногда место для таджика или для бойца поп-ММА. У них, как бы, свое видение. Тут вопрос в том, что он... Ну, даже вот, почему сложно делать был объединительный турнир. Ну, слишком разное видение, да. Потому что, ну, ребятам им, как бы, и не надо. У них денег много, денег запас. Поэтому иногда с фантазией, мне кажется, проблема. Так бывает, когда денег, как бы, много, и ты не паришься, честно. И, ну, слушай, честно, ну, это, наверное, хорошо, когда ты, знаешь, с запасом идешь. Когда бойцы высокие гонорары получают, там. Когда ты можешь себе это позволить. Бонусы за нокауты, да. То есть, человек, который в ВСЕ стабильно дерется, боец, он абсолютно счастлив. Счастлив ли зритель? Ну, здесь вопрос. Камил, вот после боя Александра Емельяненко с Коваленко, многие начали говорить, что Александр, как, позорится. Какой-то позорный бой. Его согласны с этим? Ну, нет. Ну, прям позорным я бы этот бой не назвал. Но то, как Саня показывался на полу, внизу, поединки с человеком из средневесовой категории, даже с натяжкой в средний вес, у Свят, свой вес, как бы, средний. Ну, это, конечно, такое печальное зрелище. Ну, прям, знаешь, не смотрелся он совсем уж плохо. Видно, что с вестибулярным аппаратом, как бы, у него проблемы. То есть, что Саня плохо стоит на ногах, плохо двигается. Ну, есть такое. Ну, хотя, вот я говорю, там, при определенных обстоятельствах он мог еще и выиграть этот бой. На самом деле. Ну, сейчас любым... Вот давай так. Вот он, боец тяжелого веса. Вот любого тяжа сейчас возьми. Любого. И поставь его напротив Саши, и мы с вами будем ставить на того. Просто потому, что он уже, как бы, физически не тянет. Как скажем. С кем ему дальше драться? Со средневесами. Нужно драться с людьми средневесовой категории. У них просто тоннаж удара ниже. И в этих боях у него шансы будут. Ну, вот сегодня обсуждали кандидатуру Александра Лютикова. Как вам бой Александр Лютиков, Александр Эмиль Янинг? Мне очень сложно об этом рассуждать, потому что я не знаю, какой у Сани Лютикова. Я сейчас гипотетически, даже если бы все случилось, чисто вот рассуждать как о бои, да, как таковую. Но я не знаю просто скилл Александра Лютикова, бойцовский. Что он там сейчас в спортзале делает, тренируется, боксирует или не боксирует. Ну, просто слишком много вводных. Их у меня нет. Был ли этот бой, был ли этот бой шумным, не то слово. Для этого Саше Лютикову нужно просто какую-нибудь статью написать, а он их уже немало писал. Он написал, Саня что-нибудь сказал, и вот тебе бой. То есть раскачать этот бой, вот. Но есть люди, которые специализируются на таких поединках, именно на таких. И я думаю, что они уже об этом задумались. Им осталось только Сашу Лютикову видеть. Потому что АЕ, наверное, убеждать не надо. Здесь в данном случае он же прямо говорит. Делайте предложение. Сейчас прозвучала фамилия Лютикова. Я вот просто вспомнил одну вашу вторую беседу с ним. И там Александр, когда вы обсуждали Александра Мельяненко, Лютиков предположил, ну так наполовину в шутку, что когда-нибудь карьера Александра Мельяненко может подойти к тому, что его будут сводить в бою с Кенгуру. Как вы думаете, насколько я сейчас вообще приблизился к этому Александра Мельяненко? Ну, из увиденного сейчас в бою со Святым на самом деле нет. Потому что, простой пример. Свят недавно выиграл Артема Тарасова. И у них был такой хороший бой. С переводами в партер и так далее. То есть в лице Свята Коваленко, например, или Яркаева Сереги, с которым бой не состоялся, или с кем был предпоследний бой. Там, дацик, да. Но Саня же не получает кенгуру. Он получает бойцов, которые регулярно у кого-то выигрывают. Вот если с ним будет уже выходить и драться какой-то 70-килограммовый человек, вчерашний блогер, вообще к ММА никакого отношения не имеющий, и вдруг будет у АЕ выигрывать, вот это уже называется боями с кенгуру. Но на этот уровень Саня не спустился. То есть он в этом плане как бы держится, я считаю. Любопытно, что будет завтра. В 2022 году был ли такой бой, который вы задумали, очень хотели организовать, но в итоге не получилось, и мы даже анонса не услышали. Ну и, соответственно, обидно было. Что-то я хотел сделать, но не было вот такого прям очевидно выдающегося. То есть вот бой Шара с Володей, я сразу как бы подумал, что это 23-й. Да нет, вот как-то 22-й прошел так спокойно, ровно, без каких-то потрясений, без вспышек и в то же время без падений. То есть вот 10 турниров, которые были в 22-м году, я считаю, что они примерно вот там плюс-минус на одном уровне держались. Вот. И там медийная была вспышка, когда Давид Бархударян за поезд дрался с Вагабом, и в это же время Мариф Пераев дрался с Нариманом. Вот. А в этот момент какой-то медийный рост был, да? И вот Нариман подрался с Марифом, было круто, и тут еще и ожидание, о, Бархударян с Вагабом. Но бой Бархударяна с Вагабовым, он прошел плохо, и после этого как-то раз и снижение градусов произошло. И как-то ровно доработали, как бы, в ожидании того, что будет в 23-м. Что будет в 23-м, пока, честно, вообще не предполагаю. Какой бой в 22-м году вы бы назвали лучшим Fight Nights и лучшим вообще? Бой, я бы связку назвал. Нариман Абасов-Мариф Пераев, и в этом же турнире был бой Максима Буторина и... Максима Буторина и... Из-за Кахмая? Нет, нет, нет. Макс Буторин дрался у нас... Представляете, голова не работает, просто сегодня не выспался. Нет, он дрался с нашим азербайджанцем. А, да. Лаш, ну как нашего пацаната азербайджанца зовут? Семь-семь. Значит, в Москве это же Тахир. Тахир Абдуллаев, да. Башка не варит, я с Инди только прилетел, никак остановиться не могу. Буквально вчера, кстати, с Тахиром разговаривал по телефону и искал для него какие-то варианты. И вот, как бы, был просто еще бой Алексеева с Асатряном за титул пятираундовый, если вспомните. Когда Вартан вернулся, они подрались за Вакант Бой. И там вот такой бой был, как-то, наверное. Но просто вот это, вот этот бой с турниром, где Мариев, Тахир, Макс Буторин и Нариман. Я все равно в комплексе, потому что они друг за другом шли, и они были прям вишенкой на торте. Под названием Fight Nights такой-то 10 июня. Просто лучшим бойцом года, по вашему мнению. Кто был лучшим бойцом этого года? Блин, представляете, вот Пономарев вроде бы, но он проиграл в этом же году Юсупу, да? Он так, этот, Нариман выиграл такой бой, вроде, важный принципиально. Ушел в Юси, там бесславно проиграл. Шара будет. Ну, опять же, Шара в этом году не провел ни одного боя в Fight Nights. Он в прошлом году два ярких боя провел, а потом раз проиграл. Поэтому здесь вот как он... Я скажу, кто. Вартанов Сатрян. Вартанов Сатрян, боец года 22-го. Объясню, почему. Потому что он сначала выиграл Алексеева, а потом просто за минуту нокаутировал Анатолий Кондратьев. У него два титульных боя за год, и оба он выиграл. Вот он, боец года. Это редко звучит в отношении бойцов наилегчающего веса, но в его случае это так. Нет ощущения, что в следующем году в Перми откроется такой новый источник денег. Потому что вот я слышал про некоторые движения там, так это можно назвать. И как будто бы там может появиться такой еще один уральский... Ну да, да, и там деньги будут больше. Мне кажется, назревает эта история. Мне кажется, Урал FC просто... Им надо вот прям стартануть, потому что они вот турнир провели, пропали. Ну как так? Так нельзя делать. То есть, ребята, вы заявили высокую планку, Урал FC реально стал игроком на рынке. Выстрелил. А что дальше? А дальше они должны продолжать. Продолжать, чтобы не оказаться так фирмой-однодневкой. И причем с такими людьми, которые за этим стоят. С одной стороны и с Никитом Азепином, да? И все как бы его ресурсы финансовые, спортивные и так далее. С другой стороны и Ратмир Габдульян с компетенцией, да? Все, объединили усилия и поперли. Но они остановились. Но если они в следующем году будут сделать 4 турнира, Я уверен, что они газанут. И я считаю, что хардкор ММА Может в следующем году тоже очень серьезно газануть. Если все сделают правильно, Если тренды не изменятся. Потому что не факт, что Все турниры может смотреть столько людей. Потому что когда ты делаешь 5-6 ивентов, Их смотрят очень много людей. А тут ты делаешь уже 15, Извините, может снижение популярности. Субтитры сделал DimaTorzok